Привет, друзья, с вами Geek. Многие из вас, наверное, уже надеяло этой темой, что мы ждем в жены криптовалют, когда войдут институциональные инвесторы. Но я думаю, что многие из вас не знают, что такое институциональный инвестор. И вообще, что предлагает этот большой игрок, как, к примеру, SPI Fidelity или RSS, RSI, извините, для этих инвесторов. Так вот, институциональный инвестор, это в каждом стране есть законодательство касательно инвестиций. И когда есть пункты, и чтобы инвестировать большое количество средств в ту или иную финансовую инструмент или компанию, ты должен соответствовать этим пунктам. Одно из таких пунктов, к примеру, это годовой доход, net income. Также есть некоторые пункты, которые позволяют тебе инвестировать в международные компании или в локальные компании. Я долгое время занимался инвестированием в private market. Это в одном из своих видео я говорил, что касательно, к примеру, Facebook, когда акции с Facebook стоили 36 долларов. В private market минимум порог лимитов для входа – это 50 тысяч. Как это работает для инвестиционаров? Почему мы ждем инвестициональных инвесторов? Инвестициональные инвесторы не имеют права вложить свои средства в компании с неурегулированными, то есть с помощью закона необоснованными деятельностями. То есть, когда вы продаете, к примеру, масло, правительство знает, что такое масло, как оно создается и где можно продавать его, за сколько можно его продавать. А когда вы продаете биткоин, правительство не знает, что такое биткоин. Налоговая служба не знает, как из этого взять такс, налог. Поэтому правительство ни в коем случае не решится позволить или не позволить вам это делать. Потому что, если что-то пойдет не так, то в судебных процессах на законодательном уровне оно не будет знать, как к этому относиться. То есть, вы потеряли средства, это было нормально или вас ограбили, к примеру. Итак, для институциональных инвесторов, что такое SBI, что предложит SBI, что предложит Fidelity или RSI, к примеру. Смотрите, я как институциональный инвестор. Я иду в компанию, которая предлагает мне, один из их финансовых адвайзеров, предлагает мне пакет разных акций, суммарных, хеджируемых активов, к примеру. Он мне предлагает вот Apple, Microsoft, Amazon из технической сферы, к примеру. Либо я сам выбрал DoxSign и не ошибался. И это было круто. Коротко, что делал DoxSign. Очень много, оно автоматизировало расписание на документах. Это вообще хаос. Вот эта тема, paper documentation, то есть бумажные документы, расписывание этих бумажных документов, это очень много времени берет из компании. И даже в электронном виде, все равно нужно распечатать, поставить подпись, потом печать и отправить. Так вот, DoxSign, они предлагали очень автоматизированную систему для этого, которая, это программное обеспечение, можно было коммерческое купить у них, подписаться на это программное обеспечивание, использовать, чтобы на много раз быстрее делать эти документы. Да, эти документы, чтобы делать sign и печатать. Конечно же, такой сервис, нужды такого сервиса была огромной. И вот поэтому эта компания очень успешно вошла в рынок. И когда ICO, IPO, тогда IPO, они вышли на нас так, тоже очень сильно прибавили в капитале. И, смотрите, когда я иду в какую-то компанию, они мне предлагают некоторые активы. К примеру, из технической сферы, Microsoft, Amazon и Google, к примеру. Также они мне предлагают другой актив, золото, серебро или что-то другое. Третий актив – это кофе, кукуруза, пшеница. И четвертый актив – это индексы. Также они могут в портфель ваш вам предложить, чтобы вы инвестировали также в real estate. То есть, что делает эта компания? Их финансовые адвайзеры. Они собирают для вас портфель, который по вашему требованию или с минимальными рисками, или с медиум, но, наверное, с средними рисками. То есть, им не надо предлагать вам все портфели с большими рисками, потому что в таком случае при плохом исходе эта компания теряет очень мало, но репутации все равно теряет. Поэтому такие компании лучше держатся дальше от очень рискованных финансовых инструментов. Вот это и Fidelity, SPI и все остальные игроки, вот они будут это делать. То есть, когда такой человек, как я, придет к ним, они кроме real estate, технических компаний, IT-компаний или, скажем, золото и серебро, они также в этот портфель, скажем, на 10% скажут, что вам нужно в ваш портфель взять, к примеру, биткоин, эфириум, XRP или что-то другое. Сразу несколько монет или цифровых активов. Вот это и даст большой толчок рынку, потому что, как я уже сказал, институциональные инвесторы, для них минимум порог лимита для того, чтобы инвестировали, скажем, с 50 тысяч долларов или 100 тысяч долларов. То есть, один институциональный инвестор, это как минимум, если он входит с 50 тысяч долларами, это, ну, как минимум, это 50 простых людей, которые по тысяче инвестировали. СПИ, нетворк СПИ, там несколько миллионов таких инвесторов. То же самое Федалити. То есть, там не один-два человека. И эти компании, эти огромные компании, они очень аккуратно будут предлагать место в портфеле, очень осторожно будут предлагать место в портфеле для цифровых монет валют. Сначала 5%, ну, максимум 10%. Они порекомендуют не больше 10%. И это не произойдет в один день, потому что каждый квартал постепенно люди будут ходить, рисковать, потому что инвесторы, которые имеют, скажем, 10% годовых из своего портфеля, 8%, 10%, ну, максимум. Большинство людей, инвесторов, большое количество, они консервативны, они, им для них лучше не 50% годовых, а 10% или в лучшем случае, если что-то будет, 15% годовых. И 4% им вполне устраивает. Потому что большие средства в игре. Так вот почему очень важно, чтобы эти игроки открывались и предлагали институциональным инвесторам портфели, которые будут включать цифровые валюты. А теперь про Coinbase. Потому что тут дело обстоит в том, кто успеет первым. Почему Coinbase? Примерно, ну, идет слух, что SBI откроется через 2 недели. SBI Ventures. Coinbase, они поторопились с XRP только для того, чтобы максимально быть в этом рынке. Максимально успеть взять процент от инвесторов. Потому что с открытием больших игроков кто будет идти в Coinbase? К примеру, я, скажем, уже 5 лет инвестирую. Мой портфель делает SBI или Fidelity. Я прямо сейчас хочу инвестировать в Bitcoin, но не могу. Пока что не могу, да? А вот Coinbase уже говорит, вы можете идти ко мне, я сделаю для вас портфель. Две инвестициональные инвесторы, у нас есть лицензия на это. То есть, это догонялки, как бы. Но все равно, поскольку Coinbase, это как бы новая компания, в любом случае, я большое количество из своих средств не буду доверять Coinbase. Я подожду, и особенно, если есть, к примеру, с Fidelity, мне финансовый адвайзер напишет, что через 2 месяца у нас все будет. Подождите. Мы не торопимся, чтобы для вас было все застраховано. В таком случае, я вообще не буду инвестировать в Coinbase. С помощью Coinbase. И вот все инвестициональные инвесторы, по сути, ждут. Просто ждут этих регуляций. И Fidelity, SBI, и все остальные тоже ждут этих регуляций. Потому что они тоже зарабатывают на предложение портфеля. И они что делают? Они делают портфель, предлагают вам и берут процент. Когда ваш портфель увеличивается в капитале, они имеют процент. Из-за этого они платят налоги. Для того, чтобы платили налоги, и налоговая поняла, почему вот эти деньги пришли к ним, SBI ждет регуляции, чтобы они могли сказать, что вот это из проданных эфириумов, из портфеля с эфириумом, а вот это из биткоином. Чтобы налоговая не сказала, что это такое. Суздек. Оштрафуйте. Вот и все. Так что вот эта гонка касательно захвата институционных инвесторов, в этой гонке очень важно быть первым. И как только один откроется, все остальные просто вынуждены вынуждены будут сразу открываться. Потому что, получается, все идут к ним. Представьте такую ситуацию. Видал, у тебя открылось? А Голден Сакс, Морган Стэнли, RSI, а все остальные не открываются. Они теряют клиентов. Они теряют эти комиссии из их портфеля. Они теряют эти проценты из роста их портфелей. Понимаете? Вот поэтому, когда один откроется, все остальные вынуждены будут очень быстро открываться. И поэтому в рынок будет влитым сразу огромное количество средств. В течение, скажем, четырех кварталов все сразу откроются. Я не финансовый адвайзер. Я не финансовый советник. Так что держитесь. Это будет месиво. Продолжение следует...